Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине. Нет домашнего задания, нет денег. МВФ опубликовал служебные отчеты по Украине, в которых рекомендует переписать налоговый кодекс. Интересно, что министры получили эти документы еще в октябре минувшего года. Почему рекомендации проигнорировали, как теперь выкрутится правительство и не лишат ли кабминовские проволочки Украину шансов на получение очередного транша от Международного валютного фонда. Подробнее Елена Митясова. 250 страниц, три доклада, в них все о предоставлении Киеву технической помощи от МВФ за 2014-2015. По большому счету здесь рекомендации, как удержаться Украине на плаву и что надо сделать для роста экономики. Кабмин этот документ от МВФ получил еще в октябре прошлого года и должен был руководствоваться им при разработке бюджета и налоговой реформы, говорят эксперты. Украинский кабмин все, все эти отчеты знал, все их мог использовать в своей работе, но не использовал. МВФ видит, что Украина не выполняет свое домашнее задание и такую как пощечину бросает. Ребята, у вас вот минимум три отчета, которые вы не выполнили, а вы к нам приходите за деньгами. Поэтому, по словам специалистов, опубликованные старые отчеты МВФ, это предупреждение. Украинскому правительству дают понять, уступок больше не будет. Тем более после заявлений министра экономики Абрамовичуса о коррупции в высших эшелонах власти. Это такой мяч. Они его впнули, забили не один гол, а сразу три гола. Уже со счетом 3-0 МВФ идет. И теперь Украина должна что-то с этим сделать. Что касается рекомендаций МВФ, все недельные считают эксперты, но не все можно сейчас применить в Украине. Например, фонд порекомендовал ужесточить налогообложение, отменить упрощенку для юрлиц и плательщиков НДС. А небольшой размер единого налога сохранить только для частных предпринимателей с низким доходом. Но и это не проблема. С МВФ это можно обсуждать. Международный валютный фонд в данном случае действует точно так же, как любой бухгалтер. Он пытается сравнить доходы и расходы. Одна из проблем, которую они видят важная для них, это проблема того, что разбалансирована так называемая бюджетная ситуация. Система государственных финансов находится в дефицитной зоне. По результату 2015 года дефицит составил порядка 8-9% ВВП. Остается пока непонятной позиция Минфина, что там думают об отчетах МВФ. Мы сделали запрос, ведомство ждем ответ. Но то, что сотрудничество с фондом под угрозой накануне в эфире одного из украинских телеканалов заявила Наталья Эресько. Она даже сказала, что в случае смены украинского правительства МВФ возьмет паузу в кредитовании. А вот что на это ответили политологи. Если будет переформатировано правительство, по-моему, тут это никак не скажется на продолжении сотрудничества с МВФ. Потому что очевидно, что в правительстве есть более-менее успешные министры, есть явные неудачники, пребывание которых, ну, скажем, не лучшим образом скажется на работе правительства и вообще доверие к системе власти. Ну и к тому же никуда не исчез конфликт. Напомню, в прошлом году правительство рассчитывало на получение четырех траншей МВФ. Это около 17 миллиардов долларов, но Киев получил только два. В марте 5 миллиардов и в августе полтора. В феврале этого года Кабмин рассчитывает на третий. Кредиторы пока с финансированием не спешат. Если западные деньги не поступят в ближайшее время, эксперты уверяют, латать дыры в бюджете начнут за счет золотовалютных резервов. Елена Митясова, Ольга Клюева, Олег Неведомский. Подробности, телеканал Интер. Не сложилось сегодня и с совместным заседанием Совета коалиции с премьером. Его неожиданно отменили. Как заявили в пресс-службе спикера Верховной Рады, встречу перенесли из-за необходимости дополнительных консультаций внутри фракции. Вчера участники ни о чем не договорились. Лидер фракции БПП Юрий Луценко подчеркнул, что у главы Кабмина нет поддержки парламентского большинства, что в свою очередь говорит об обострении политического кризиса. Когда состоится очередная попытка найти выход из этого крутого пике, пока не ясно. Антикоррупционный спецназ. Сегодня новосозданная силовая часть бюро принимала присягу в присутствии главы государства. О чем после присяги президент говорил с главой НАБУ? И кому из участников последнего политического скандала может понадобиться охрана спецназа? Расскажет Ольга Теребинская. В состав спецназа Национального антикоррупционного бюро войдет почти сотня бойцов. В их распоряжении бронетехника. Уже сегодня 30 спецназначенцев приняли присягу перед президентом страны. Петр Порошенко гарантировал поддержку работы бюро. Сберегать государственную и другую охраненную закону-тоемницу. Клянусь! Клянусь! Краина, влада и я как президент ждем от антикоррупционного бюро решительной, безкомпромиссной и эффективной работы по выкоренению коррупции. В Украине. Маю наголосить, что никто в нашей стране не застрахованный от того, чтобы опиниться в поле взору вашей прискиплевой уваги. Жодные звездки не дадут ани интеллигенции, ани захисту. После официальной церемонии президент провел совещание с руководящим составом, детективами и сотрудниками управления бюро. Обсуждали и зарплаты, и расследования, и изменения в законодательство. У нас 20 народных депутатов приходят в день. И они не совсем щирят. Когда мы, детектив, попереджу прокуроренную ответственность за видомое неправдивое поведение про злочин, энтузиазм частины этих людей, он сгасает. У нас есть народный депутат, который зарегистрировал за час существования НАБУ больше 300 звернений. Причем 294 из них, когда его попросили дать свидетельство, по-перше, запросили хотя бы прийти, если вы делаете звезды, они не приходят. Запропонуйте редакцию, я считаю, что она также должна быть для того, чтобы в изменениях в законодательстве, а вы можете сконцентрироваться на самом деле резонансных справах, а не политических разборках. Я бы очень хотел, чтобы НАБУ было остро. Рассказал Артем Сытник и о громких обвинениях министра экономики Айвареса Абрамовичуса в адрес нардепа Игоря Кононенко, а точнее о допросе первого. Напомню, Абрамовичус вчера провел у детектива в НАБУ почти три часа. О чем говорили все это время, Сытник не комментировал. Тайна следствия. Данная следствия фиксируется полностью с использованием видеозаписов, для того, чтобы эта проверка была эффективной. Те показания, те факты, которые будут озвучены, те документы, которые, возможно, будут выданы детективам, те подтверждения заявок, которые будут сделаны, они будут ретельно проверены. И в дальнейшем я не выключаю то, что этот видеозапис, возможно, будет частично продемонстрирован публично, для того, чтобы снять разные политические спекуляции о криминальном проведении. Не исключает глава НАБУ, что в этом деле могут задействовать новосозданный спецназ, если понадобится обеспечить безопасность Абрамовичуса. Уже завтра у него очередной допрос. А вот нардепа Кононенко позовут в кабинет к детективам только после того, как получат всю информацию от министра. Ольга Теребинская, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. На время расследования заявлений министра Абрамовичуса один из фигурантов этого скандала, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Пасечник, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Напомню, по словам главы Минэкономразвития, Пасечник один из тех, кого нардеп Кононенко пытался навязать ему в замы. Кадровое лоббирование – одна из причин, по которой 3 февраля министр подал в отставку. Позднее на своей странице в соцсети Пасечник сообщил, что решение об отпуске на время расследования принял самостоятельно. С янтарем и на свободе. Ривненскому следователю, из кабинета которого пропали 130 килограммов янтаря и 80 тысяч долларов, тюрьма не грозит. Кто вынес такое решение и чем отделался? Полудрагоценный следователь расскажет Инна Белецкая. И возмущались, и смеялись. История с пропажей нескольких мешков янтаря прямо из управления внутренних дел стала легендой. Следственное управление в Киеве вот уже почти полтора года ведет это дело. Пока без результатов. До сих пор неизвестно кто, а главное, как умудрился пронести мимо дежурного 130 килограммов янтаря. В суд передали только материалы о халатности следователя, из кабинета которого пропали деньги и камень. В итоге он отделался легким испугом. Три года лишения свободы, но со строчкой в полтора года. Будет вести себя хорошо? Не сядет. Засудженный подав апелляционную скаргу, у которой просил скасовать решение суду первой инстанции и вызнать его невинным. Апелляционную скаргу засудженного апелляционный суд Ривенской области не задовольнив. И пока киевские следователи выясняют, кто же выносил мешки и пачки денег из управления уже не милиционеры, а полицейские продолжают удивлять жителей северных районов Ривенской области. В прокуратуру обратился бизнесмен, мол, хотел продать янтарь, который оценил в 100 тысяч долларов. Где он его взял? Отдельная история. Приехали покупатели. А дальше как кино. Полицейские сказали бизнесмену, что следственные действия проведут позже и попросили явиться в областное управление. Там ему сообщили, что ни о каких деньгах янтаре не слышали. Личности вымогателей установили. Двое работают в управлении нацполиции области, двое в райотделе. Бизнесмен опознал полицейских по фотографиям. В прокуратуре открыли уголовное производство. Но и это еще не все. Прошлой ночью задержали двоих человек во время сбыта почти 100 килограммов янтаря стоимостью 300 тысяч гривен. На улице. Прямо в областном центре. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривная. На взятки в 140 тысяч гривен погорел подполковник нацполиции в кривом роге, после чего он пытался покончить с собой. Об этом сообщила на своей странице в фейсбук глава нацполиции Украины Хатия Деканаидзе. По ее словам, подполковник вымогал крупную сумму за избежание уголовной ответственности. И его взяли с поличным во время передачи денег. На видеообыск в кабинете полицейского следователи находят три пачки меченых пятисотенных купюр. Во время задержания подозреваемый в коррупции выстрелил в себя из травматического пистолета. Сейчас он находится в больнице под охраной. Санитарный бунт. В Николаеве бойцы 53-й отдельной механизированной бригады пешком прошли больше 50 километров, чтобы рассказать военному прокурору о том, как выживают в чистом поле без еды, воды и бани. Услышал ли военный чиновник участников марш протеста, узнаем у Кирилла Ющишина. Сегодня на полигоне «Широкий Лан» в расположении 53-й механизированной бригады ревизоры и журналисты. А все из-за громкого скандала. Вчера несколько десятков бойцов 53-й бригады покинули расположение части и пешком выдвинулись в Николаев, в прокуратуру. Жаловаться на антисанитарию, отсутствие еды, воды и зарплаты. До прокуратуры делегация не дошла. Военный прокурор завернул солдат с полпути. Теперь бойцы показывают штабному начальству условия, в которых приходится жить. Бригаду перевели из полигона в Днепропетровской области в Николаевскую, но люди прибыли на новое место быстрее, чем вещи, палатки и кухня. Парням пришлось несколько суток ночевать в чистом поле, сидеть без еды и воды. Говорят, неоднократно обращались к командирам, но недовольных оштрафовали. С меня сняли всю зарплату за то, что я чуть ли не вовшах был, на два часа в баню поехал. Я просил у комбрига, у всех просил, отпустите меня. У меня не было выхода. А за то, что у меня неопрятный вид, с меня деньги снимают. В оперативном командовании СХИД обещают наказать руководителей, которые так бездарно организовали переезд бригады. Но и сами бойцы, говорят проверяющие, тоже неправы. Если парковалы командиров где-то не досмотрели, не дотребовали, ну и, соответственно, подчиненные должны сами себе делать свой, устраивать свой жизнебыт. В армии нет подразделений, которые оборудуют и ходят за ним, как хозяйки, кушать им готовят, оборудовать им жилье и так далее. В армии солдат все делает сам. Пока бригада не сможет до конца нормально устроиться на новом месте, гражданские власти пообещали военным бесплатный автобус, который сможет отвозить бойцов в баню в Николаеве. Горячее питание сегодня организовали и палатки привезли. Солдаты начали обустраивать палаточный городок, но уверены, если бы не открытый бунт, их проблемы так и остались бы нерешенными еще долгое время. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, подробности, телеканал Интер, Николаев. К бунту пришлось прибегнуть и участникам АТО в Кировоградской области, что заставило военных выйти на пикет возле облгосадминистрации и чем закончилась эта попытка добиться справедливости. Смотрите чуть позже в материале Елены Брынзы. А пока о сегодняшней ситуации в зоне АТО. Боевики обстреляли позиции военных в районе Коминтерного. Там противник снова использовал запрещенные минскими соглашениями минометы. С подробностями с передовой Вениамин Трубачев. Добраться к передовым позициям в районе Коминтерного непросто. Ехать приходится по полевым дорогам, которые простреливаются боевиками. Вокруг десятки ям от взрывов мин. Разбросаны фрагменты ракет. Все это последствия вражеских обстрелов. Добираемся до укрепрайона военных. Дальше уже позиции боевиков и дорога закрыта. Андрей сейчас на посту. Боец внимательно всматривается в сторону врага и замечает движение. Вероятно, это диверсионная группа. Через несколько минут боевики открывают огонь. Слышно, как совсем рядом взрывается несколько гранат и начинается стрельба из пулемета. Сейчас слышно, как боевики открыли огонь по соседней позиции. Военные говорят, что и здесь сейчас не очень безопасно находиться. Можно передвигаться только по окопам, потому что противник периодически открывает огонь и по этому месту. Как только темнеет, боевики пускают вход артиллерию. Бойцы рассказывают, что несколько мин взорвались рядом с их блиндажом. Взрыв мощный такой, не менее 85-ки или может 120-й минами, вот не знаю. Что, осколки летели же сюда? Да, летели вот по деревьям. К свисту мин бойцы уже привыкли. Главное правило выживания, если слышны залпи, свист мины, нужно бежать в укрытие. В редкие минуты тишины на передовой бойцы продолжают укреплять свои позиции, роют окопы, даже установили вот такой металлический контейнер, сверху его еще накроют и во время минометных обстрелов это будет самое безопасное место. В ответ военные не стреляют, да и тяжелого вооружения у них нет. Боевики напротив, говорит командир, продолжают стягивать технику на передовую. В Коминтерново до сих пор, как и раньше присутствуют танки, наращиваются позиции вокруг Коминтерново, как напротив нас, так и напротив наших соседей. Кроме Коминтерново, боевики сегодня обстреливали позиции военных в районе Марьинки, Красногоровки и Широкино. Вениамин Трубачев, Юрий Романюк и Александр Ковтун. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Кто на самом деле стоит за обострением ситуации на Донбассе? Об этом рассказал глава СБУ Василий Грицак. По его словам, с боевиками сотрудничали российские офицеры из общего центра координирования и прекращения огня на Донбассе. Обнаружилось это во время ротации военных центров на российско-украинской границе. У капитана Куценко и майора Корника во время обыска сотрудники СБУ изъяли более десятка учебников по военному делу с грифом ограниченного пользования, разнообразные шевроны, флаги и награды незаконных вооруженных формирований, а также пропагандистскую литературу. Другого лютого поточного року нашим следствием зарегистровано криминальное проведение за ст. 333 Криминального кодекса Украины. Это порушение порядка передачи товаров, что подлягает государственному экспортному контролю. А также за ст. 258 с значком 3. Это сприяние деятельности террористической организации. Эти люди не затриманы, они не перебывают, на жаль, в занятиях СБУ. С материалом будет проведена экспертиза, и после этого, конечно, стосовно тех людей, которые незаконно ввозили в один случай, в другом ввозили материалы, так бы, військового, подвольного или другого предназначения, они получают свой статус в Криминальном судочинстве. О результатах уголовных расследований против участников революции достоинства в Черкасской области отчитался прокурор региона Сергей Овчаренко. По его словам, 14 уголовных производств направлены в суд. 19 человек находятся под подозрением. Им инкриминируют злоупотребление властью, незаконное задержание и препятствование работе журналистов. Среди злоумышленников работники местной милиции, прокуратуры, а также организатор тетушек. Последние, как и двое высокопоставленных чиновников, сейчас в бегах, остальные под домашним арестом. На этой неделе о результатах расследования преступлений против Майдана также отчитаются прокуроры Запорожска, Днепропетровской и Сумской областей. Министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш подала в суд на ГПУ и помощника генпрокурора Владислава Куценко. Иск о защите чести и достоинства Елена Лукаш направила в Печерский райсуд. Об этом издание «Украинская правда» сообщил сам Куценко. Прокурор отметил, что такие действия экс-чиновницы говорят об эффективности работы прокуратуры. В ответ Лукаш на своей странице в Фейсбук написала, что в отношении Куценко уже два месяца слушается в Печерском райсуде два дела по ее гражданским искам. И оба иска касаются ответственности за распространение им неправдивой информации. Против ГПУ, пишет экс-министр, исков не подавала. В апелляционном суде столицы второй день слушают свидетелей по жалобе адвокатов Геннадия Корбана. Они оспаривают решение Днепровского райсуда Киева, который перед Новым годом отправил лидера Укропа, подозреваемого в создании организованной преступной группировки, из-под домашнего ареста в СИЗО. Чем закончились сегодняшние прения, знает Ирина Романова. Вот уже полтора месяца защита Корбана пытается доказать. Геннадий Олегович слишком болен, чтобы держать его в СИЗО. У обвинения иное мнение. Корбан достаточно здоров, чтобы находиться под стражей. Вчера у обе стороны пустили в ход тяжелую артиллерию врачей. Сначала своих свидетелей представила защита. Ими оказались кардиологи из частной Днепропетровской клиники семейной медицины, в которой перед задержанием наблюдался Корбан, и который, по данным прокуратуры, имеет отношение его отец. Медики дружно перечисляли многочисленные диагнозы задержанного. Ишемическая болезнь, острый коронарный синдром и другие. И в один голос доказывали, пациента с таким кардиологическим набором нельзя было вести на полутора суточное заседание в Днепровский райсуд столицы. Тем более сразу после операции. Сегодня в суд вызвали свидетелей обвинения, врачей из Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, где, собственно, и расширяли сосуды Корбана. Диагноз Корбана не оригинален, говорит замглый врач института Амосова. Да и стантирование, которое провели ему в медучреждении 25 декабря, даже не операция, а всего лишь медицинское вмешательство, после которого больных часто выписывают домой уже на следующий день. В целом, уже и до и после стантирования состояние Корбана было удовлетворительное, уверяет медик. И тут в атаку пускается защита подозреваемого. 26 числа, еще не дочекавшись фактически одними дабы, пациента было вывезено за межи лечебного заклада для принятия участия в судовом заседании. Мы не принимали решение про выдачу, потому что он весь час находится в стационаре, и мы никуда не выписывали. Что касается процессуальных действий, которые працаны прокуратуры, я уже не помню, спустя два часа на трибуне появляется другой замглаврачей института. Судебное заседание все больше превращается в консилиум медиков. Шестеро адвокатов Корбана по очереди допрашивают свидетеля более трех часов. У судей не выдерживают нервы. Тем временем в зале появляются новые свидетели, сотрудники скорой, которые оказывали помощь Корбану во время заседания в Днепровском суде Киева. Их допрос длится до семи вечера. Затем судья переносит заседание на завтра. Ирина Романова, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интера. Десять погибших и более сотни раненых. Крупнейшая в истории страны железнодорожная катастрофа в Германии. Что стало причиной столкновения пригородных электричек. Подробнее из Берлина Татьяна Лагунова. 6.48 утра. Время пик. Электрички в это время загружены пассажирами. На отрезке железной дороги возле городка Бат-Айблинг, это популярный спа-курорт, столкнулись два пригородных поезда. Удар был настолько сильный, что составы сошли с рельсов и буквально протаранили друг друга. Поезда столкнулись на очень высокой скорости, примерно 100 км в час. Авария произошла на повороте. Скорее всего, машинисты не заметили друг друга и не успели затормозить. На месте аварии десятки спасательных бригад и вертолетов для транспортировки пассажиров. На помощь немецким коллегам пришли также австрийские спасатели и медики. До границы с Австрией. Отсюда совсем недалеко. Раненых извлекают из вагонов и они получают экстренную медицинскую помощь. Людей доставляют на вертолетах в одну точку, а уже оттуда их развозят на скорых в ближайшие больницы. Место аварии до сих пор отцеплено. Началось расследование инцидента. Почему произошла катастрофа, узнать будет непросто. В аварии погибли машинисты обоих составов. Пока у следствия две версии. Человеческий фактор и техническая неисправность. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Ночь длинных ковшей в Москве. Под колеса бульдозеров попали около сотни торговых павильонов. Городские власти утверждают, что постройки незаконные. А вот что говорят хозяева снесенных киосков? На обломках магазинов побывал наш корреспондент Дмитрий Еловский. С шаткими временными конструкциями разрушительной техники удалось довольно быстро справиться. Буквально за несколько часов минувшей ночи городские власти снесли большую часть незаконных построек. Многие из которых стояли на своих местах уже около 20 лет. Городские чиновники сказали, что у предпринимателей вообще-то было несколько месяцев для того, чтобы ознакомиться с решением суда и что-то сделать. Рушили даже те постройки, в которых находились их владельцы. Не до последнего не желали сдаваться. Я бы сказал, делайте что-нибудь, заставьте, вы идите оттуда, вы что делаете, ребята? Я бы сказал, вы сделаете что-нибудь, ну ладно, разбейте, а кто и вытащите? Вы что делаете? Ребята, вы не делаете? Это же убийство, блин! Вы позовите там девушку, как вы! Мене горожан о ночных погромах разделились. Одни рады, говорят, что уродливые постройки вообще-то сильно портили вид города. Другие, наоборот, не поняли, зачем было сносить магазины, где так привычно и удобно было покупать хлеб и пополнять телефонный счет. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. На лакомые квадратные метры уже рассчитывает Русская Православная Церковь. Председатель Патриаршей Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства ПТРей Дмитрий Смирнов сказал, что на месте разрушенных магазинов вообще-то можно возвести небольшие церкви, потому что храмам в столице не хватает земельных участков. Свою точку зрения на эту акцию представили в ФБК, в фонде борьбы с коррупцией. По мнению экспертов, на месте старых магазинов уже скоро построят новые, но просто владельцы будут другие, застройщики сменятся. Как говорят в фонде по борьбе с коррупцией, конечным бенефициаром станет, скорее всего, столичный департамент транспорта, который и будет курировать большую стройку. Дмитрий Иловский, Виталий Коваленко. Подробности. Московское бюро. Телеканал Интер. В Гонконге снос местных мафов обернулся массовыми беспорядками. В столкновениях с силовиками пострадали около 50 человек. Уличные торговцы, которых мэрия обвинила в работе без лицензий, вышли на площади защищать свои права. Поддержали их и обычные горожане. Местным властям это не понравилось, и чтобы разогнать митингующих, они вывели несколько нарядов полиции. В стражи порядка полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ прозвучали два предупредительных выстрела. Толпу это не остановило, и полиции пришлось применить резиновые дубинки и перцовый газ. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Продажные участки. Чьи схемы заставили участников АТО выйти на пикет? Чиновники без крыши. Знаменитый лондонский парламент съели мыши. Куда выселят лордов? Остаться в живых. Индийский солдат неделю ждал спасения под 7 метрами снега. И выжил. В долгах, как в шелках, приватизация угольных шахт в Украине невозможна. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. По прогнозам экспертов, при нынешнем уровне финансирования угольной отрасли, большинство украинских шахт могут остановить свою работу уже в этом году. Как спасти отрасль и найти новые рынки для украинского угля решали сегодня на заседании профильного парламентского комитета. Экспорт – это ключевое завдание. Поэтому, говорю, с литовцем мы общаемся, с Белоруссией общаемся, Молдова также в нашем перелике. Забезпечить сбуд, забезпечить долю на рынке, забезпечить инвестиции, которые протягом последних, как минимум, 4-х годов не действовались. И очень аккуратно относиться к всех социальных вопросов. Если будет предлагаться непрофильный анализм, такой вот, как сейчас, то сегодня осталось на территории Украины 35 шахт. 30 из них до конца года закроются. То, что происходит сегодня, идет на уничтожение реального сектора экономики. Меня сегодня очень разочаровали эти слушания. И я думаю, что тот кризис, который сегодня существует в парламенте, правительственный, он абсолютно обоснованный, потому что та политика и правящего большинства, и созданного и правительства, привела вот к таким вот результатам. Грабительский минимум. В Нацбанке подсчитали, что в прошлом году гривня обвалилась в полтора раза. И курсовые качели продолжаются. На завтра НБО официально повысил курс доллара на 7 копеек, евро на 43. Как все это влияет на цены в магазинах и на рынках, и что подорожает ближе к весне, расскажет Анна Каменева. Полные прилавки и пустые ряды. Уже который день на этом рынке продавцов гораздо больше, чем покупателей. Да и те, кто приходит, отовариваются по минимуму, торгуются и экономят как могут. Раньше купили два-три килограмма, а сейчас две-три штучки. Все. Вот это таки. Сейчас две бурячки, три морковки, пів кило картошки. Это таки сейчас покупки. Людей не имеет грошей, за что купить. Я смотрю, когда акция какая-то есть, так беру, так стараюсь. Традиционно после Нового года снова подорожала импортная продукция рыбы и фрукты примерно на 10-15%. Однако незначительно подешевели овощи, подсолнечное масло, яйца и мясо. Цена впала на мясо на 20 гривень. Людей грошей не имеет. Важная людина старается эту копейку зэкономить, чтобы за газ за свет заплатить. Хотя такое удешевление – капля в море. Если сравнивать цены за январь этого года и прошлого, разница существенная. Стоимость продуктов выросла на 38%. По данным ГОСТАТО, цена на сахар, яйца, овощи, подсолнечное масло взлетела более чем в два раза. Почти на 40% подорожали хлеб и фрукты. Почти на треть – молочные продукты и мясо. Зарплаты же и пенсии остались прежними. Покупательная способность населения катастрофически падает. Поскольку рост цен на продукты питания, рост цен на лекарства, на коммунальные платежи и другие расходы населения катастрофически несопоставим с той инфляцией, которая съедает растущие доходы населения, скажем так. Поэтому, если сравнивать с 2014 годом, украинцы стали беднее более чем в два раза. Уже в январе инфляция снова ускорилась и выросла еще на 1%. Основная причина, говорят эксперты, неумолимо ползущий вверх доллар. Из-за чего только за прошлый месяц гривна исхудала почти на 10%. Кроме того, на цены влияет и возобновленные НДС для сельхозпроизводителей. Вскоре стоит ожидать очередного подорожания. Рост цен, безусловно, к весне будет, но, опять же, все будет зависеть от курса гривны. То есть, если гривна начнет девальвировать, не дай бог, то, соответственно, будет дорожать импортная продукция, которую мы компенсируем нехватку предложения, например, внутреннего. В следующем месяце, очевидно, увеличиваются цены на такие продукты, как овощи, на молочные продукты. Но это, естественно, сезонный фактор. На мясо, обязательно, также должны увеличиться. Я думаю, 10-15% может быть увеличено. За год десь 30-40% на борщовый набор, потому что 20% гривня девальвирует. То есть, те параметры, которые закладывал в бюджет, они абсолютно недосяжны. А вот подсолнечное масло и сахар до весны не подорожают. Уверены эксперты, предпосылок для роста цен на эти продукты пока нет. Анна Каменева, Наталья Грищенко, Олег Решетняк, Владлен Ноль. Подробности, телеканал Интер. Нечему радоваться в преддверии посевной и селянам. За два года работы правительство не только не реформировало агросекторы, а даже ухудшило ситуацию. На что жалуются фермеры, расскажет Геннадий Вивденко. Пустым коровник на 100 голов стоит уже два года. В этом агрохозяйстве в Житомирской области собственнику до боли жаль было продавать свой товар. Но нет обязательных в этом деле госдотаций. А специфика рынка такова, что без них фермеру держать коров в Украине невыгодно. Лидера Поблока Юрий Бойко, выслушав фермера, подводит итог. По его данным, в прошлом году в стране поголовье крупного рогатого скота исчезало угрожающими темпами. За минулий рік в стране было вырезано 700 тысяч коров. Зменшилось поголовье коров на 700 тысяч. И 100 тысяч, больше, чем 100 тысяч фермеров, которые сегодня работают на земле, они практически сегодня сходились без государственной поддержки. Что бы там не сказал сегодняшний уряд, мы не видим государственной поддержки производителей на земле. И это процесс выразительных показателей, уменьшение поголовья скота, уменьшение выразительства. Речь идет о фундаменте украинского сельского хозяйства. Этакий средний класс фермеров, тех, у кого в среднем от 100 до 1500 гектаров земли. Подобное агрохозяйство в соседнем селе. Директор называет главную проблему. Получается замкнутый круг, нет средств, государство не датирует. В банках кредитные ставки для аграриев неподъемные. Плюс ко всему бюрократия. Фермер утверждает, уже пару лет не может зарегистрировать хоздвор, а потом оформить его под банковский залог. Его посевы в этом году не увеличатся, а планировал засеять вдвое больше 3000 гектаров. Прямо перед Новым годом ситуацию усугубило еще и поспешное принятие госбюджета с иной схемой уплаты НДС. Селяне говорят, все запутано, разъяснений к нормам нет. Декларации до сих пор еще не подготовили. Первое задание, и мы были правы, что внесли изменения до податкового кодекса по продолжению мораторий на специальный режим податкования для фермеров на два года. За два года отбудовать государственную поддержку для таких людей, которые работают на земле. Пока комитет по агрополитике парламента, по словам оппозиционера, блокирует эти изменения. Бывший владелец племенных коров мясных пород грустно шутит. Геннадий Вивденко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер из Житомирской области. В оккупированном Торезе Донецкой области боевики провели боевые учения. И уже этой ночью тренировались на живых мишенях. Обстрел позиций АТО продолжался несколько часов, но атаковать противник не решился. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Стрельба в песках не прекращается, но этой ночью военным было совсем не до сна. Шквальным огнем из крупнокалиберных пулеметов боевики поливали поселок несколько часов. Потом пошли в ход и гранатометы. Начинается все с коротких обстрелов. То есть нас вытягивают на столкновение. Но когда мы уже не можем поднять голову, мы у высшестоящего командования запрашиваем огонь на подавление противника. У нас нет ничего тяжелого. Только исключительно для того, чтобы нам сохранить свою жизнь и личного состава. Мы работаем по конкретным огневым точкам. Огневые точки противника армейцам уже хорошо известны. Когда-то мирное село Жабуньки наемники превратили в укрепрайон. По ту сторону гаражей в начале домики, начи развалины есть. Там у них первая позиция. Там пулемет, СПГ, выходы идут. Командир 20-го отдельного мотопехотного батальона объясняет. По ту сторону состоялась ротация. Пришли новые силы. Судячи с той тактики, которую противник тут продемонстрировал, хлопцы достаточно подготовлены. По нашей информации, они прибули некоторый час назад с навчаней. Несколько дней они тут облаштовывали свои огневые позиции. В этот раз командование дало приказ открыть подавляющий огонь. Враг ответил из запрещенных минометов 82-го калибра. По всей видимости, предполагают армейцы, у боевиков потери. Вот и прикрывали эвакуацию раненых тяжелым вооружением. В 20-м батальоне врагу не советуют прорываться в пески. Бойцы с опытом на их счету бои в Авдеевке, Марьинке и Красногоровке. Выстояли там, уверяют, не дрогнет оборона и здесь. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Василий Сачук. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Свободу передвижения пытаются получить жители Донецкой и Луганской областей. Сегодня столичный апелляционный суд рассматривал иск о признании противоправным приказа СБУ, который вводит систему разрешений на пересечение линии разграничения. Чтобы получить разрешение на выезд из так называемых ДНР и ЛНР, нужно заполнить электронную заявку на сайте СБУ. Истцы утверждают, что такая возможность есть далеко не у всех. Также, по их мнению, ограничения передвижения граждан находятся вне компетенции СБУ. Люди, которые не имеют возможности подать эти заявки, не имеют компьютеров, не имеют интернету, то это, как правило, престарелые люди, пенсионеры. Люди, которые даже захочут выехать, без этого дозвола не имеют возможности. Наши требования одно. Паспорт гражданина Украины должен быть основным и главным пропуском для каждого украинца во всей территории нашей страны. Если они считают, что нужно вводить ограничения, пусть подготовят такой законопроект. Мы его рассмотрим в парламенте. В Кировограде сотни участников АТО со всей области сегодня вышли на бессрочную акцию протеста к стенам облгосадминистрации. В чем митингующие обвинили руководство ОГА и госгеокадастра. Подробнее Елена Брынза. В военной форме с флагами и плакатами «Долой коррупцию!» В Кировограде сегодня на центральную площадь вышло около тысячи митингующих. Большинство уже год как вернулись с передовой, но до сих пор не получили обещанную государством землю. Говорят, свободных участков в районах области достаточно, а вот на уровне области без взятки документы не подпишут. Документы полностью по району подготовлены. Отправили сюда, тут они дают ответ, або неправильно оформлено, або нет еще каких-то документов. Говорят, от 300 до 500 УЕ. И земля делается в течение недели-двух. Организаторы анонсировали акцию протеста за неделю до проведения. О ней в городе знали. И вот совпадение. Губернатор уехал в командировку. Вместо него эмоциональные речи митингующих выслушивает заместитель. Это все натурило. Брешут, нахуй брешут. Так, может, хлопцев заберем из витиля, если мы никому не нужны. Так, а мы не нужны никому? На, что хлопцы там льют кровь свою. Нет на месте исполняющей обязанности начальника областного управления госгеокадастра. Где чиновница, точно не знают даже ее заместитель. А вот то, что за оформление просили у бойцов взятки, здесь отрицают. Когда люди дают хабар и земли оформляются, а не дают хабар, а земли не оформляются. И это означает, что это ваша коррупционная деятельность. Это вопрос на нем. Нет, есть пример. Возмущенные митингующие перекрывают центральную улицу. За полчаса километровые заторы. И только тогда, в срочном порядке, из командировки возвращается губернатор. Люди, которые хотят получать земельную территорию, не имеют возможности ее получать по той причине, что нет на рабочем месте в Державе кадастру. Людина, которая могла подписать документы. Деколька разов мы признавали работу Державе кадастру незадоверно. И мы просим, чтобы призначили ответственную человеку, которая принимала этот порядок. Участники акции чиновникам на слово уже не верят. На центральной площади развернули огромную палатку, установили буржуйку и подвезли шины. Круглосуточно здесь будут дежурить активисты. И уже завтра утром митинг возобновится. Участники АТО обещают, пока им не выделят землю, не уйдут. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кировоград. В Закарпатской прокуратуре сегодня подтвердили, что чиновники действительно занимались аферами с земельными участками выделенными воинам АТО. Вчера мы рассказывали о том, как в Закарпатии предприниматели претендуют на участки атошников, поскольку успели приватизировать землю. По факту злоупотребления чиновников открыто уголовное производство. Продолжение 2010-2015 годов посадового особи Главного управления Держиокадастру в Закарпатской области за предыдущей змею службовыми особами Державных агроподприятий области, злоуживающих службовым установочем, діючи умисно в супереч интересам службы с метою отримания неправомирной выгоды на користь третьих осіб, налагодили схемы незаконного відчужжения земельных ділянок. Количество умерших от гриппа в Украине растет с каждым днем. На сегодня это 226 человек, большинство из них дети до 17 лет. Такие данные обнародовали в Минздраве. За этот эпидемиологический сезон уже переболели 3,5 миллиона украинцев. Сейчас, говорят в ведомстве, ситуация стабилизируется, но в 15 областях эпидпорог до сих пор превышен. Основная часть людей переболела свинным гриппом, причем агрессивный вирус подорожал их в первые два дня. Это особенность нынешнего сезона, как говорят специалисты. Кроме этого, выяснилось, что 35 человек умерли от пока еще неизвестной разновидности вируса. Его еще предстоит изучить. 35 померлих, в которых мы не смогли типовать вирус, он относится к типу подобный А, но не H1N1 и не H3N2. То есть он подходит еще науковому обслуживанию, размиркуванию и секвенованию. Мы передаем это в лондонский центр по выучению гриппа, и тогда уже вам сповестим. В американском штате Нью-Хэмпшир очередной раунд праймерис внутрипартийных выборов, в ходе которых будут определены кандидаты в президенты от республиканской и демократических партий. Интрига обостряется тем, что в гонку готовится вступить еще один кандидат. Кто он, расскажет Тихон Дзитко. Он в Вашингтоне. Праймерис в Нью-Хэмпшире проходит по классической схеме. Тайное голосование, в ходе которого избиратели отмечают в бюллетене своего кандидата, затем вечером подсчет голосов. Интрига. За неделю, прошедшую после голосования в первом штате, Айова лишь обострилась. Опросы по-прежнему указывают на очевидных фаворитов. У республиканцев это Дональд Трамп. Скандальный бизнесмен лидирует с отрывом в 31%. Следом, сенаторы Марко Рубио и Тед Круз. Они могут рассчитывать на 17 и 14% голосов избирателей соответственно. Однако, как окажется в реальности, остается лишь гадать. В штате Айова опросы, как выяснилось, не отражали финальный расклад голосов. И Трамп проиграл. Накануне он, как и другие кандидаты, проводил финальную встречу с избирателями и обратился с неожиданной просьбой к своей беременной дочери Иванке. Я вам хочу сказать, что если она родит сегодня в штате Нью-Хэмпшир, это гарантирует нам победу завтра. Так что, пожалуйста, Иванка, роди сегодня вечером. У демократов лидирует сенатор Берни Сандерс. 61% против 35% у его оппонента, бывшего госсекретаря Хилари Клинтон. И это неудивительно, ведь Нью-Хэмпшир граничит со штатом Вермонт, который Сандерс многие годы представляет в Конгрессе. А потому его поддержка велика. Кроме того, многих привлекают и достаточно популистские выступления. Однако, как отмечают наблюдатели, ближе к выборам эта поддержка может начать таять, ведь зачастую за высказываниями Сандерса нет стройной программы. Как видно, интрига и серьезная сохраняется, а скоро она может лишь обостриться. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подтвердил газете Financial Times, что всерьез рассматривает возможность участия в президентской гонке. Слухи об этом ходят около месяца, и теперь их подтвердил сам Блумберг. Окончательное решение экс-мэр Нью-Йорка планирует принять к началу марта. И если он будет выдвигаться в президента, то в качестве независимого кандидата. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Кому достался самый дорогой в мире автомобиль, и как не погибнуть в недельном снежном плену? Об этом и не только в нашем обзоре. Индийский солдат чудом выжил после шести дней, проведенных под снегом. Десятерых военных накрыла лавина в Гималаях. Спасатели долго не могли отыскать бойцов и уже потеряли надежду увидеть кого-то живым. Солдата нашли под семиметровым снежным покровом. Он был в сознании. Медики назвали это чудом. Остальных военных спасти не удалось. Британская гимнастка Бет Твидл сломала шею во время съемок телешоу. Призер Олимпиады 2012 неудачно приземлилась после прыжка с трамплина на лыжах. Медики диагностировали перелом нескольких позвонков. Сейчас состояние Твидл стабильное. Съемки проходили в Австрии. Среди участников шоу знаменитости, которые соревнуются между собой в прыжках с трамплина. Эксперта по семейным отношениям приговорили к пожизненному за убийство жены. Американца Дарека Медину признали виновным в умышленном убийстве. Хотя сам он утверждает, разрядил в супругу револьер в целях самообороны. Женщину нашли мертвую в 2013. Перед тем, как отправиться в тюрьму, Медина успел выложить в соцсети фото погибшей. Сам благоверный автор книги «Как я сохранил жизнь, брак и семью с помощью общения». Локон Джона Леннона выставили на аукцион в США. Это небольшая прядь волос длиной 10 сантиметров. Его отрезал парикмахер Леннона еще 50 лет назад в Германии. И до сих пор держал этот сувенир дома в память о солисте Битлз. Торги состоятся 20 февраля в Техасе. За лот рассчитывают выручить 10 тысяч долларов. Нападающий Барселоны Лионель Месси купил на аукционе самый дорогой автомобиль в мире. Гоночный Феррари 57-го года выпуска. Машина легендарная. На ней британский гонщинг Стирлин Мосс выиграл этап гран-при Формулы-1 на Кубе. За авто боролся еще один футболист Криштиану Роналду. Однако именно Месси выложил за лот рекордные 32 миллиона евро. Оба спортсмена коллекционируют дорогие машины и имеют солидные автопарки. Кролик-гигант ищет хозяев. Шотландские зоозащитники разыскивают новый дом для ушастого по кличке Атлас. Бывший владелец от зверька отказался, так как не ожидал, что грызун вырастет до таких размеров. Причем это не предел, ведь Атласу всего 7 месяцев. А самый крупный представитель этой породы весит 24 килограмма. Зоозащитники утверждают, у кролика замечательный характер, он обожает внимание и обнимашки. Бездомные лорды и привередливые депутаты ищут новое место для работы. В Великобритании грядет великое переселение чиновников. Подходят ли им новые офисы и что будет со старыми? Расскажет Оксана Кундеренко, она в Лондоне. Знаменитое здание парламента разваливается на глазах. Стены изъели мыши, фундамент отцерел, штукатурка осыпается. Никакие временные реконструкции не помогают. Нужно срочно выселять лордов и депутатов из палаты общин. Вопрос в том, куда? Первым руку помощи протянуло Министерство иностранных дел. Строение вроде подходящее, рядом с Трафальгарской площадью, но есть загвоздка. Много загвоздок, вернее, жучков и дорогостоящего прослушивающего оборудования, которое не хотят демонтировать. А привередливые лорды отказываются, чтобы каждое их слово ловили спецслужбы. Похоже, единственный приемлемый вариант для них – это здание Министерства финансов. В нем недостатков не нашли. Пока. Еще одна головная боль – это временное пристанище для палаты общин. Здесь нужно больше пространства, как в прямом, так и в переносном смысле. Вот здание Министерства здравоохранения. На первый взгляд, подходит идеально. Но один из владельцев – некий арабский шейх, и он управляет недвижимостью по законам шариата. Это значит, что распивать алкоголь депутатам нельзя. В отчаянии парламентарии шутят, что приватизируют соседний популярный паб «Красный лев» и будут проводить заседание, ну, чуть ли не за пинтой пива. А если серьезно, то депутатов переселят в конференц-центр имени Елизаветы II. От парламента он буквально через дорогу. Сам парламент закроют на ремонт на долгие шесть лет и вбухают в реконструкцию 4 миллиарда фунтов стерлингов. Дешевле снести и новый построят, но для британцев историческая ценность дороже, чем деньги и любые неудобства. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности британской обертелеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей Юэй. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова